На телеканале Россия 1 главные вести Карачаева Черкесии. Мы работаем в прямом эфире. С вами Руслан Куркмазов. Здравствуйте. Сегодня в прокуратуре рассказали главе Карачаева Черкесии, как защищали права пациентов, трудящихся детей и предпринимателей. Сегодня ушел из жизни Александр Савенко, депутат Народного собрания Карачаева Черкесии. Он запомнился человеколюбием и оптимизмом. В Адыгихабльском районе проводятся рейды. Полиция пытается снизить смертность среди пешеходов и предупреждает водителей. Чемпионат России завершился. Золото у героев лыжной трассы в Архизе. Особый контроль вопросов здравоохранения, соблюдения трудовых и жилищных прав граждан, защита интересов несовершеннолетних и предпринимателей. Сегодня в прокуратуре республики подвели итоги работы за 2020 год и определили задачи по совершенствованию прокурорского надзора. На заседание коллегии пришло с участием начальника Главного управления Генеральной прокуратуры России по Северокавказскому и Южному федеральным округам Константина Сомова и главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова. Альбина Ламкова продолжит тему. Заседание коллегии длилось около двух часов. В связи с эпидситуацией участников мероприятия рассадили друг от друга на безопасном расстоянии. Все в масках и перчатках. Открывая заседание, прокурор Карачаева Черкесии Олег Жариков дал оценку состоянию законности и правопорядка в регионе. Роли прокурорского надзора в обеспечении их стабильности. Затем на коллегии выступил глава республики Рашид Тимрезов. Он отметил высокий уровень взаимодействия, достигнутый с органами прокуратуры республики, что позволяет решать актуальные задачи, напрямую влияющие на качество жизни населения. В текущем году, я думаю, что нам необходимо выработать дополнительные меры, направленные на совершенствование эффективного взаимодействия правоохранительных органов республики с органами государственной власти и местного самоуправления, укрепления общественной безопасности и правопорядка. Выражаю твердую уверенность в том, что прокуратура республики примет эффективные меры по выполнению стоящих перед ней задач, будет залогом стабильности и спокойствия в нашем регионе. От всей души благодарю всех работников органов прокуратуры республики, ветеранов за добросовестную и самоотвержденную службу. По курируемым направлениям деятельности выступили заместители прокурора республики, присутствующие на коллегии начальник главного управления Генеральной прокуратуры России по Северокавказскому и Южному федеральному округу Константин Сомов отметил, что в условиях распространения коронавирусной инфекции в зоне особого внимания прокуроров, как и прежде, должны находиться вопросы здравоохранения, соблюдения трудовых и жилищных прав граждан, защиты интересов несовершеннолетних и предпринимателей. На совещании особо отмечен приоритет права и интересов социально незащищённых слоём населения, восстановление жилищных прав детей и сирот. Реализуя свой правозащитный потенциал, прокуроры оказали реальную помощь гражданам в связи с нарушением их трудовых прав. Ликвидирована суммарная задолженность по заработной плате в сумме свыше 25 миллионов рублей более одной тысячи работникам. В число прочего была акцентирована значимость надзора за целевым расходованием бюджетных средств, выделенных на выполнение национальных проектов, а также усиление координирующей роли в борьбе с преступностью. На заседании коллегии отметили, что по-прежнему для региона остаются актуальными вопросы по обеспечению законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, погашения долгов по оплате труда, ликвидации задолженности перед предпринимателями по исполнительным контрактным обязательствам, противодействия распространению экстремизма в молодёжной среде. Альбина Ламкова, Мухаммед Дашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Печальная весть. Сегодня на 54-м году ушёл из жизни депутат Народного собрания Карачаева-Черкесии, председатель Комитета по экономической политике и предпринимательству парламента Александр Николаевич Савенко. Коллеги по законодательной деятельности говорят о нём как о профессионале в своей сфере, талантливом управленце, предпринимателе, общественном деятеле. Человеколюбие, оптимизм, порядочность, верность данному слову, умение отстаивать свои убеждения, упорно идти к намеченной цели. Эти качества отмечают все, кто когда-либо сталкивался с Александром Николаевичем в жизни. Он всегда добросовестно относился к своему депутатским обязанностям и никогда не оставался равнодушным к чужой беде, к нужным обратившихся к нему людей. В памяти коллег и друзей Александр Савенко останется надёжным, верным товарищем, готовым в беде подставить своё плечо, неисправимым оптимистам, которого никогда не пугали многочисленные испытания и трудности. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов, спикер парламента Александр Иванов, депутат и аппарат Народного собрания приносят искренние соболезнования семье, родным и близким Александра Николаевича. И весь из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 63 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 17893 человека. Из них 16178 выздоровели, 600 человек госпитализированы. Сейчас прогноз погоды, но прежде хотим предупредить зрителей телеканала «Россия-1» подготовить ручки и листки. После прогноза погоды мы сообщим очень важные в жизни номера телефонов, где вас ждут. Прогноз погоды. В Карачаево-Черкесии местами мокрый снег. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью порывы до 15-20. Температура ночи минус 2, минус 7. Днем 5 градусов выше нуля. В горах до 5 мороза. В Черкесске без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью будут порывы до 15-20. Температура ночи минус 2, минус 4. Днем 1-3 выше нуля. Роняем цены в конце сезона. Скидки до 50% на все. Шувы, пальто, куртки. Только до 15 февраля. Ветские меха. ТЦ «Панорама». Первый этаж. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Это главная вещь республики. Мы работаем в прямом эфире. Полицейские нашли потерявшихся на горнолыжной трассе архоза детей. В отделение полиции МВД России Зеленчугский в вечернее время обратился житель Челябинска. Мужчина сообщил, что час назад двое детей в возрасте 10-14 лет, один из которых его сын, с помощью подъемника поднялись на горный склон. После этого связь с ними была потеряна. Мобильные телефоны детей не работали. Вниз по трассе они не спускались. И на вершине их тоже не было. Полицейскими были незамедлительно организованы поисковые мероприятия. В них участвовали более 70 сотрудников органов внутренних дел, а также представители Следственного комитета и МЧС местного спасотряда, военнослужащие и работники частного охранного предприятия. Спустя два часа после начала поиска дети были найдены в соседнем поселке, к которому вышли из леса. По их словам, во время спуска на лыжах по сложной трассе они уклонились от условного маршрута. Со склона подростки спустились в лесную местность на несколько километров дальше точки, где ожидали. Мобильные телефоны разрядились, и лишь благодаря включенному на короткий срок приложению навигатору один из детей понял, куда нужно двигаться. Убедившись, что жизни и здоровью юных лыжников ничего не угрожает, сотрудники полиции передали их родителям. А теперь очень важные номера телефонов для жителей Карачаева-Черкесии. Записывайте. Министерство строительства ЖКХ Карачаева-Черкесии обращается ко всем жителям республики. В случае возникновения вопросов, касающихся капитального ремонта и жилищно-коммунального хозяйства, просят обращаться по телефонам горячей линии 8 800 200 27 37 26 12 72 26 58 20 и 8 909 493 27 59. По всей республике с сотрудниками госавтоиспекции проводятся рейды под условным названием «пешеход». Мероприятие призвано снизить количество аварий с участием пешеходов и увеличить бдительность водителей на дорогах к нашей республике. Руслан Чукаев вместе с сотрудниками ГИБДД по Дагихабльскому району побывал на одном из таких мероприятий. Сотрудники ГИБДД от Дагихабльского и Нагайского района регулярно проводят профилактические мероприятия по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с наездом на пешеходов. В связи с ослаблением ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции школы и детские сады возобновили свою работу и количество пешеходов возле учебных учреждений существенно увеличилось. Сегодня мы вышли с юными инспекторами дорожного движения на дорогу, чтобы напомнить водителям, что при подъезде к пешеходному переходу они останавливались, пропускали пешеходов. Здесь у нас детский сад находится. В утреннее время здесь ажиотаж. Очень много детей проходит по этому пешеходному переходу. Поэтому мы решили выйти, побеседовать с водителями, с пешеходами тоже, чтобы никто не нарушал правила дорожного движения. Участок дороги возле детского сада Адыгихабля в утреннее время является одним из оживлённых и опасных. Спешащие водители порой забывают пропускать пешеходов, которыми зачастую являются дети. Осяд Кумратова часто становится свидетелем пренебрежения к правилам ПДД и, используясь случаем, решила обратиться к другим автолюбителям. Хотела бы всех водителей призвать, потому что давайте будем солидарны друг к другу и особенно будем внимательны к деткам, пропускать на пешеходном переходе их, ну и мамочек с колясками. Ну и, в общем, соблюдать первое, а самое главное – соблюдать правила дорожного движения. В стороне не остались и юные инспекторы. Они вместе с сотрудниками госавтоинспекции вышли на рейд и вручали водителям памятки. Уважаемые водители, от лица детей я хочу сказать, чтобы вы соблюдали правила дорожного движения и были аккуратны на пешеходном переходе. Как говорят в народе, главное правило ПДД заключено в его аббревиатуре – пропускайте друг друга. Руслан Джукаев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Адыгихабль. Сегодня в Архызе завершили соревнования второго этапа чемпионата России по горнолыжному спорту. В них приняли участие спортсмены из самых разных точек нашей страны в течение трех дней. По разным дисциплинам были выявлены самые сильнейшие подробности у Мурата Джанкиозова. За эти несколько дней Архыз предстал перед участниками во всей своей красе, словно оправдывая свое название, которое переводится как «красивая девушка», погода удивляет капризами, яркое солнце сменяется внезапными порывами ветра и снегопада. Через несколько минут вновь играет солнце на заснеженных склонах, радуя гостей своим великолепием. «Великолепная организация соревнований. Ну, как будто в Европе побывали. То есть мы много ездим по всяким курортам горнолыжным и можем сравнить где-то с одним из лучших курортах, вот как во Франции». В заключительный день чемпионата проводилась слаломная попытка комбинации, а накануне выявили сильнейшего в супергиганте. «Вопрос, что лучше, лыжи или снога?» «Лыжи». «Почему?» «С детства стало, вот так получилось. Папа поставил на лыжи. Поэтому лыжи». Всю необходимую помощь в организации и проведении чемпионата предоставили республиканские службы и акционерное общество курорта Северного Кавказа. И эта работа будет проводиться на постоянной основе. «Сегодняшнее мероприятие это чемпионат России по горнолыжному спорту лишний раз доказывает нам, что всем, что Архаз развивается, что гостей много, пожелать всем участникам, которые победители, участникам новых побед, новых совершений, чтобы они еще выше поднимали имя Российской Федерации». «Наши гости курортов, они катаются днем, но вечером они все задают вопрос, что у вас можно сделать интересного, хорошего. И здесь мы серьезно над этим думаем. Есть у нас большие планы по строительству здесь универсальных концертных площадок, которые позволяли бы здесь проводить крупные мероприятия». Победители и призюры в торжественной обстановке наградили грамотами и призами. Горнолыжница из Подмосковья Александра Прокопьева стала лучшей в своем классе. Среди мужчин итоговую победу одержал Алексей Овчинников. «Я тут не первый раз. Мне нравится здесь очень. Как раз для чемпионата России подходящий по уровню склон. И снег хороший, жесткий». «Подготовка, трасса была великолепная, отличная. Сам склон немножко ниже уровня, я думаю, чем на Кубке мира, но тем не менее, все равно может поконкурировать с соревнованиями Кубка Европы точно». Не обошлось и без подарков. Традиционные папахи и бурки украсят гардероб руководители Федерации горнолыжного спорта России. «Вы знаете, в подготовительном этапе были определенные сложности. А где их не бывает в сегодняшнее время? Но тем не менее, руководство республики откликнулось на наши предложения, на наши просьбы и сделало все возможное и необходимое для того, чтобы эти соревнования состоялись. Также хотелось бы сказать большое спасибо акционерному обществу курорта Северного Кавказа «Архыз», которые предоставили возможность проведения на своих трассах этих соревнований». Несмотря на сильный снегопад, для участников чемпионата и гостей курорта артисты Республиканской госфилармонии показали концертную программу. Мурат Шантьюзов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. «И в завершении выпуска мы вновь повторяем телефон горячей линии по вопросам ЖКХ. Записывайте 8 800 200 27 37. Звоните, не стесняйтесь, там вас ждут». Таким был этот день в Карачаево-Черкесии. Приятных вам выходных и до встречи завтра в 8 утра.